МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служебную проверку кровавой трагедии империстрелки в Княжичах завершили в МВД. По ее результатам, уволен начальник уголовного розыска Киева, а начальнику столичной полиции вынесли предупреждение. Об этом сегодня отчитались в нацполиции. Всего к ответственности привлекли более 20 человек. На этапе планования подготовки и проведения операции были допущены грубые порушения. За результатами служебного расследования, 7 человек, от которых действия и решений зависела подготовка и проведение операции, извиняя из органов полиции. Стоит еще 9 полицейских, застоит еще и другие дисциплинарные стяжеления. Однако фамилии министра внутренних дел Арсена Авакова, которого винили в произошедшем, в этом списке нет. Напомню, трагедия в Княжичах произошла 4 декабря прошлого года. Тогда бойцы спецподразделения КОРД в ходе спецоперации приняли сотрудников госслужбы охраны за банду грабителей и открыли по ним огонь. В результате погибли пятеро силовиков. Позже выяснилось, что в состав банды, регулярно грабившей дома под Киевом, действительно входили бывшие и действующие правоохранители, что вначале в руководстве МВД всячески отрицали. Многие тогда требовали отставки министра внутренних дел, который в это время находился в командировке в Канаде и не стал прерывать ее из-за гибели своих подчиненных. О том, можно ли считать дисциплинарное взыскание адекватным наказанием за пять жизней, которые были потеряны в перестрелке в Княжичах, мы попробуем узнать завтра у генпрокурора Юрия Луценко. Материал о том, что происходит в Олевске, городе, в котором в ночь с воскресенья на понедельник произошла еще одна кровавая перестрелка, мои коллеги сейчас готовят к эфиру, и мы покажем его чуть позже. А вот в Верховной Раде сегодня о перестрелках не вспоминали, и вообще под куполом было практически пусто. Многие нардепы на форуме в Давосе, другие уже отправились в Вашингтон на инаугурацию президента США. Да и тем, кто все-таки добрался до сессионного зала, не до законов. Полдня слушали громкие заявления и проводили воспитательную работу. Все подробности этого парламентского дня в сюжете Ольги Рыцарь. 345 карточек, хотя зал полупустой. В начале заседания спикер поздравил Европарламент с избранием нового председателя Антонио Таяни. Он представляет большую группу Европейского парламента, Европейскую народную партию, которая всегда была надежным партнером и другом Украины. Верховная Рада Украины рассчитывает на продолжение тесной и плитной współпрости с Европарламентом. Чтобы не упасть лицом в грязь перед международными партнерами, депутаты оправдывали за вчерашнее поведение в сессионном зале. Первый вице-спикер, которая перекричала главного радикала, сегодня просила прощения и требовала ответных извинений. Эмоции не могут пановать в Украинском парламенте. И я хочу это признать, особенно в президии. Но так же закликать лидера этой парламентской фракции, которая очень любит украинских женщин, украинских коров, что нужно с особой повагой всем нам, политикам, ставиться к людям. Мне прикро, что моя шановная коллега Ирина Герасченко порівняет наших найчаривших женщин с коровами. Не нужно ни женщин, ни коров. Такими порівняннями. Я звертаюся до всіх народних депутатів, витримувати в зале высокий рівень політичної культури. Це є обличчя і України, і перед нашими міжнародними коллегами. После воспитательной минуты зал удалось консолидировать для голосування за один закон, і то в первом чтенні. Он позволяет бездомним регістрироваться не тільки в соцучреждениях, но і в центрах учета, які создали благотворительные організації. На этом законотворческая деятельность завершилась. І посыпали заявлення. Предметом возмущення депутатів стала ІО-міністр здравоохранення. Ми вимагаємо внесення в зал кандидатури на посаду охорони здоров'я. Ми не будемо підтримувати кандидатуру Супрун, тому що на сьогоднішній день не запропонована і не прийнята концепція розвитку національної системи охорони здоров'я. Сьогодні не реалізується вже діючий закон про екстрену медичну допомогу. Ми бачимо проблеми із закупівлюю ліків. Ми бачимо проблеми, які стосуються нормального забезпечення діяльності медичних закладів. Ми бачимо проблеми кадрові, коли професіоналів, які роками займаються у сфері охорони здоров'я, просто за надуманими причинами відстороняють від роботи. З претензією к діяльності всього Кабміна вийшла на трибуну вся фракція самопомічі. Кабінет міністрів схвалив спочатку концепцію державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. Ви знаєте, що в цій концепції вже навіть немає згадки не те, що про війну, навіть про АТО немає згадки. Йдеться про збройний конфлікт на сході України. Тепер уряд вже в січні приймає план. В цьому плані є утримання підприємств, які є на території окуповані. Два закона о регулированні і фінансірованні ПТУ нардєпи не проголосували. Тим самим відклонили ранній вітірований президентом закон. В Верховній Раді повинні бути дні, коли народні депутати не ходять, щоб туди поставити законопроекти і завалити їх, і взагалі їх більше не чіпати. На жаль, сьогодні депутатів більше турбують зовнішні питання, іміджі якісь, які пов'язані з Давосом а Вашингтоном, а питання дійсно, які турбують населення громадян України, питання перегляду бюджету, вони відійшли на другий план. Це погано. Це свідчить того, що парламент займається власним життям і не звертає увагу на реальні потреби, які турбують громадян України. Після в зале було слишком мало депутатів, спікер досрочно закрили засідання, а чай законопроектів переніс на другий день. Ольга Рыцарь, Ірина Романова, Владимир Самченко, Іван Ермаков. Подробності – телеканал «Интер». На висказанній в парламенті претензії самопомічі сразу же отреагували в Кабміні. Заявление фракції прем'єр-миністр назвав безосновательной істерикою і популизмом і добавив, план был разработан на основі закона, который приняла Верховна Рада. На самом же засіданні Кабмін прийнял бюджет пенсіонного фонда. Опять дырявый. Правда, в этом году дефицит уменьшится на 3 млрд і составить почти 142 млрд грн. Увеличення доходів фонда ожидається в тому числе і з-за повышення минимальной зарплаты вдвое. Але в основну часті засідання министры посвятили реформі здравоохранення і недавнему скандалу, який возник вокруг Минздрава. В конфлікте директора Інститута Сердця Борис Атадурова і исполняючого об'язанності міністра Уляна Супрун, прем'єр встал на сторону своєї подопечної. Однак заявив, министерству треба прислушиватися критики і бути більш відкритим. А вот, що прем'єр сказав о політиках, які піднімають панику в країні по будьому поводу. Караул, таке враження, що зараз цей сам політик, він, вода, не має значення. Починає кричати і вводити себе в транс від своїх заяв. І все зараз цього? Зараз цього, щоб когось там на 1% або на 0,5% підвищився рейтингом. Свою позицію в конфлікте с Тадуровом висказала і міністр здравоохранення. По словам Супрун, госзакупки через міжнародні організації позволяють сэкономити гроші і закупити більше препаратів. А не своєвременні поставки, об'яснила, саботажем системи. І традиційно свалила все на попередників. Процес державних закупівель зовсім був провалений. Це було через саботаж і через корупцію, яка була всередині в МОЗі. І ми, що тендери до цих пір не є оголошені. Вони оголошені. Всі контракти підписані, гроші вже передали на міжнародні організації. І вже є доставка ліків від 16 року, які прийшли під кінець 16 року і зараз на 17 рік. А вот інформацію о тому, що Супрун якоби написала заявлений об відставці, глава ведомства назвала неправдою. І після брифінгу відправилась на засідання профільного парламентського комітету. На нього пригласили і директора інститута серця Бориса Тадурова. Удалось ли расставити все точки над «и» і розрешити конфлікт? Расскажете, Ярослав Кречко. В парламентському комітеті ажиотаж. Журналисты, медики, представітів громадських організацій не вистачає тільки членів комітету. Із 13 на засідання прийшли лише 5-ро. Для того, щоб у нас відбувся кворум, нам потрібно ще двоє депутатів. Вони, власне, наскільки я розумію, повідомили, що вони десь доїжджають. Обсуждення починають без них. Директор інститута серця Борис Тадуров повторяє заявлення ще 1 января. Минздрав сорвал госпрограмму на 360 млн грн. Медикаментів для пациентов середечно-сосудистой недостаточністью нет. А кардиохірургічну допомогу по всім направленьям украінці получають от силы на 15-20%. Практично все центры кардиохірургічні по всей Україні сидять з пустими полками. І коли нам привозять пацієнта, наші руки безплатні, голови безплатні. Але як можна лечити чоловіка з пульсом 20, якщо немає стимулятора? Як можна лечити острий інфаркт, якщо немає стендер? Минздрав, по словам кардиохірурга, також заблокував відкриття філиалів інститута серця на Донбасі. Руководитель міністерства в дискуссію решила не вступати. Ульяна Супрун утверджає, що Минздрав на все вопросы депутатів відповідав письменно. І посетувала на отсутствие кворума. Немає чого далі коментувати. У нас була прес-конференція в Кабміні. Я думаю, що тут йде прес-конференція комітету. Ми зараз не будемо далі відповідати. Дякую. Супрун вместе со своїми замістителями уходить. Депутати задають вопросы вдогонку, но впустую. Це «Дубль-2» називається. От такого самого ганепного втекання від народних депутатів пана Квіташвілі, ну тепер, на превеликий жаль, ганепного втекання пані Супрун. Я наразі не вважаю задоцільне навіть продовжувати обговорення, тому що немає сторони. Я не буду зараз коментувати етичну поведінку їх, хай вона на їх совісті залишиться. В ітогі, к практичним вопросам, например, о заблокированном ліченні украінців за границей или состояниї закупок медикаментів міжнародними організаціями, комітет таки не приступив. Да і депутати, які якобы опаздували на засідання, не приїхали. Ярослав Кречко, Владимир Дедов. Подробності – телеканал «Инта». Нардеп Сергій Каплин подав іск в Печерський райсуд столицы проти глави фракції «Народний фронт» Максима Бурбака. Лідер соціал-демократической партии обвиняют колегу по парламенту в клевете. На своїй странице в фейсбук Каплин також написав, що требують від Генпрокуратури і СБУ проверити фронтовиків на предмет підкупа СМИ і неуплата налогів. По словам нардепа, проти нього була розвернута проплаченна информационна атака на десятках інтернет-сайтів. І заказчиком, по утвердению Каплина, є Народний фронт. Бурбак вийшов на трибуну Верховної Ради України і звинуватив мене і Трампа начебто в тому, що я заявляв про те, що підтримую якусь там позицію у приводу повернення Криму чи не повернення Криму Росії. Заявляю, я є патріотом України. Тільки вчора вони на чорний піар, купуючи засоби масової інформації, достатньо однакові слово в слово статті і сюжети, витратили за нашими підрахунками близько 2 мільйонів гривень. Відтак, ми подаємо до суду на Народний фронт і Бурбака з вимогою спростування його заяву. Апелляційний суд Києва підтримував рішення своїх колег о заочному аресті Сергія Курченка. А потім на своїй страниці сообщила пресс-служба Государственній судебній адміністрації. Адвокати горе-олігарха просили смекчись приговор, але не вдалося. Рішення Печерського суда 3 января осталось в силі. Напомню, бізнесмена подозревають в противоправному завладенні средствами государственних і частних банків. Кроме того, млада олигарха обвиняють в легалізації доходів, полученних приступним путем. Це не перша попутка посадить Курченка рані. Печерський суд вынес приговор о взятии його под стражу. Однак апелляційний суд Києва отменил це рішення. От героя до предателя. Надежду Савченко заподозрили в госизмені. Об этом сегодня заявив на рдеп от блока Петра Порошенка Іван Винник. На засіданні парламентського комітету по нацбезпасності он обвинил Савченко в умышленному подриві територіальної цілісності України і в переговорах з террористами. Після чого потребував от СБУ возбудить проти нього уголовне діло? Хотів би звернутися до представників Служби безпеки України зробити заяву про вчинення кримінального правопорушення по факту вчинення умисних дій на шкоду територіальної цілісності, суверенитетової України, економічній безпеці, національній безпеці України, супередньої кваліфікації статті 111 державна зрада. Як би хто не критикував мої дії, закон я не порушувала. Державну таємницю я зберігати вмію. Я не визнаю жодних звинувачень, які тут були висунуті проти мене, в тому числі включаючи і в державній зраді. Ісключить Савченко із Комітету по нацбезопасності. Сьогодні з такою іниціативою выступил глава этого Комітета, представитель Народного фронта Сергій Пашлинський. Кстати, в парламенті не раз рассматривали вопрос снятия з него самого депутатського імунітета. Окончательне решення по Савченко примут в сесіонному зале, але нардєп не намерена здаватися без боя. Об цьому вона сьогодні заявила журналістам. Я залишаюся в тому Комітеті, де я повинна бути. Я прослужила в Збройних Силах 10 років. І я прекрасно знаю, що робити в цьому Комітеті. Я знаю, де тут закладна корупція, як потрібно допомогти армії, щоб її не розвалили. Я це і намагаюся робити. На попытку зачистки парламентських комітетів от неугодних вже отреагували в оппозиційному блокі. Народний фронт, утверджають оппозиціонери, делает все, щоб унічтожити в країні демократию і узурпити власть. Я процитирую. На міжнародних встречах вони нагло лгут о реформах і успіхах, тоді, як на діле все інакше. В своїх інтересах предлагають тільки те решення, які використовують в діктаторських країнах. Тому оппозиція не признає від'исключення депутатів із парламентських комітетів і просить міжнародних партнерів дати цьому оцінку. Ви смотрите подробності і далі в нашій програмі. Сміна лідера. Кто возглавит Європарламент? Дела коррупціонні. В чому обвиняють ізраїльського прем'єр-миністра? Всемирний економічний форум в Давосі. День 2-й. Україну не единожды упоминали на главной сцені этого престижного мероприятия. О чому говорили влиятельні і богаті сьогодні, знає Светлана Чернецкая. Прощальне слово. Ізюминка второго дня Всемирного економічного форума стало выступление уходящего вице-президента США Джо Байдена. Он начал свою речь с обещания, що як тільки покинет этот высокий пост, розкажет все, що на самом деле думає о мировій політиці. Правда, якобычно, выступление американського вице-президента було доволі резким і откровенним. Він много говорив і об Україні. Со сцены Давосського форума призвал Євросоюз не закрывати двери перед Києвом, дати шанс країне стать частью ЄС і збавитися від авторитарного прошлого. Присутнім Байден напомнил, що останні три роки США допомогали Україні в боротьбі з російською агресією. Росія використовує все имеючі у нього можливості для того, щоб розвалити европейський проект, іспытати на прочность страны Запада. Могі европейські государства, в котрих в цьому году должны пройти выбори, столкнуться з попытками вмешательства в избирательний процес со сторони России. Це произойдет, я вам обещаю. На Давосській сцені Україну представлял сегодня мэр Києва. Віталій Кличко принял участие в дискуссії на тему лідерства во время разобщенного общества. В этом мероприятии также участвовали президент Международной организации Красного Креста Петер Маурер і міністр финансів Італиї Пьер Карло Падуан. Я ніколи не применял свої боксерські навыки за пределами ринга, і надеюсь, це ніколи не произойдет. Але ми получили в 10 раз більше інвестицій в нашу страну, тому що на цьому форумі я кажу всім, я готов дратися і роботи личним охранником кожного інвестора. І мені вірять, нам вірять. Петр Порошенко провел сегодня ряд встреч в Давосі. Він побеседовав з президентом Азербайджана Ільхамом Алиєвым і вице-президентом Еврокомісії Валдисом Домбровськийцем. А в ці минуты проходят його встречи з президентом Европарламента Мартином Шульцем. Светлана Чернецька, Евгений Камінський, подробності, телеканал «Интер» із Давоса, Швейцарія. Соглашение об ассоціации, торговый договор с ЕС – долгий путь к безвизовому режиму. Такое будущее в ближайшее время ждет, нет, не Україну, а Великобританию. Официальный Лондон огласил план Брекзита, і він буде жістким. Кто в Соединенном Королевстві не согласен с такой политикой і чим уже начали угрожати, знає наш британский Субкор Оксана Кундеренко. Опять волнення, опять взрада, опять опасення, що страна развалиться. Великобритання решила выйти із ЕС, хлопнув дверю. Никакой зони свободной торговли, границы на замке. Трудовым мигрантам більше не рады. Студенты будуть учиться в Європі за деньги і бізнес в подвешенном состояниї. Голос тут же подала Шотландія, де в подавляючем большинстве голосовали за то, щоб остаться в Євросоюзі. Такой сценарий не пройдет, заявили местні політики. І 2-й референдум о независимости шотландців – перспектива вполне реальна. Тереза Мэй хоче толкнуть страну в пропасть. Це совершенно нерраціональний план. І тут встает вопрос – прыгать в пропасть вопреки своєму желанню или контролювати своє будущее? Саму Терезу Мэй после пламенной речи о Брекзите называють «второй железной леди». Хозяйка Даунинг-стріта гласила курс жісткого Брекзита. Один із главних пунктов – іностранців. На роботу будуть брати только по конкурсу. Британня – открыта і толерантна країна. Ми завжди рады висококвалифицированним мігрантам. Але народ дал нам ясно понять – нужно контролювати приток приїжих, і ми це зробимо. Лондон більше не буде платити, цитирую, «огромні членські взноси» в ЄС, одновременно лишиться дотации на образовательные і научні программи, помощи для фермерів і рыбачів. Для торговли понадобиться отдельне соглашення з кожной країною. Все к лучшему, як для нас, так і для наших европейських друзей. Страны вряд выстрілися, щоб підписувати торгові договори з Великобританией, которая не входит в ЄС. Поразительно, но в ожиданий речі прем'єра британский фунт стерлингов обвалився ниже некуда. А после так резко взлетел, что даже аналитики удивились. Появилась определенность, і рынок стабилизувався. Сроки неизменны. До конца марта Британия запустит механизм выхода из ЄС. Процесс займет года два, это по самым оптимистичным прогнозам. Среди новых вызовов соглашение о безвизи, ассоциация, он почти украинский сценарий, столь лишь разницей, что в договорах с Лондоном Брюссель тянуть не станет. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Германии год выборов. В 2017-м немцы будут избирать нового президента и канцлера. Даты и кандидаты уже известны. Стоит ли ожидать сенсации? И как это может повлиять на дальнейшую судьбу страны и Европы в целом? Расскажет Татьяна Лугунова. 24 сентября день парламентских выборов в Германии и без преувеличения день Х для Евросоюза. В начале осени немцы решат, кто будет руководить самой влиятельной страной Объединенной Европы и куда это заведет Старый Свет. Дата определена и утверждена. Чтобы назначить выборы, собрали специальное заседание Кабинета министров. Формально ее должен одобрить президент, но вряд ли у главы государства будут возражения. Главные конкуренты тоже известны христианских демократов. Уже в четвертый раз на выборы поведет действующий канцлер Ангела Меркель. Социал-демократы по-прежнему тянут интригу и имя своего кандидата официально не объявляют. Но в Германии никто не сомневается. За кресло главы правительства будет бороться заместитель фрау Меркель, вице-канцлер и министр экономики Зигмар Габриэль. Несмотря на то, что немецкие избиратели, консервативные и последовательные результаты выборов предсказать не так уж и просто, рейтинги Ангела Меркель по-прежнему выше, чем у любого другого политика, но и недовольство миграционным курсом канцлера растет, как на дрожжах. У Зигмара Габриэля тоже есть минусы, главные из которых отсутствие авторитета и политического опыта, которые есть у нынешнего канцлера. И сколько бы ни говорили, что немцы выбирают партию, а не канцлера, при голосовании личность лидера играет решающую роль. Утверждена и дата еще одних выборов президентских. Йоахем Гаук уходит с поста и нового главу государства в Германии выберут уже совсем скоро, 12 февраля. Но здесь интриги нет. Президента избирает федеральное собрание, большинство членов которого готовы поддержать нынешнего министра иностранных дел Франка Вальтера Штайнмайера. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Немецкий Deutsche Bank выплатит менюсту США более 7 миллиардов долларов в обмен на отзыв судебного иска. Напомню, власти США обвинили крупнейший коммерческий банк Германии в махинациях с ипотечными бумагами. Афера стала одной из составляющих начала мирового финансового кризиса в 2008. Делами неусташа и Deutsche Bank может стать началом судебных разбирательств с другими европейскими финночреждениями. Они якобы тоже выпускали неликвидные ценные бумаги и это привело к стремлительному падению рынка в США 9 лет назад. Нет лишнего билетика. В Вашингтоне невероятный ажиотаж вокруг приглашений на инаугурацию Дональда Трампа. Насколько к ней готовы и сколько платят тем, кто планирует церемонию сорвать? Дмитрий Анопченко знает ответы. Он в Вашингтоне. Вашингтон не узнать. Город ощетинился металлическими баррикадами. Заборы в человеческий рост вдоль всех улиц в центре столицы. Еще чуть-чуть и сюда вообще никого пускать не будут. Кроме как по спецприглашениям. Их-то как раз и не хватает. Просьб и заявок так много, что в технический, казалось бы, вопрос, как гостей разместить, теперь вынужден вмешиваться лично новый президент. Сам Дональд Трамп с телеэкрана обратился к тем, кто приглашен, но решил не идти. С просьбой вернуть билеты. Об этом он сказал в интервью Fox News. Ну так другие люди пойдут вместо тех, кто отказался. Нам так нужны места. Я надеюсь, что они вернут свои пригласительные, чтобы кто-то другой мог пойти. Так что тут скорее вопрос, что будет с их билетами. Я надеюсь, они их нам отдадут. Среди тех, чьи билеты сейчас хотят получить назад, более трех десятков конгрессменов от демократов. Выяснила Ассоши Этот Пресс. Они решили инаугурацию бойкотировать. А вот Хилари Клинтон подтвердила, обязательно приедет. Причем вместе с супругом. Из бывших первых лиц пообещали быть Буш-младшей с женой. Буш-старший госпитализирован. И Джимми Картер. Обама и Мишель просто обязаны быть по правилам. Даже если и хотели бы, пропустить не могут. Сюда, к месту проведения церемонии, тем, у кого есть заветные пригласительные, придется прийти за 4-5 часов до начала всех торжеств. И связано это не только с серьезными мерами безопасности, а они действительно экстраординарные, но и с тем, что в этот день в Вашингтоне пройдут сразу несколько акций протеста, причем очень масштабных. Многие искренне до сих пор не готовы принять поражение Хилари. Но большинство профессиональные протестующие, пишет газета Washington Times. Ее журналисты выяснили, к 20-му числу по всей стране набирают митингующих, предлагая или за зарплату попротестовать за 2,5 тысячи долларов в месяц, или по часовую оплату 50 долларов за 60 минут. По данным газеты, людей нанимают не только в Вашингтоне, но и в Филадельфии, Сан-Диего, Сиэтле, Детройте. Ну и поскольку протестующих уже на зарплату берут, американская пресса предполагает, что в день инаугурации в Соединенных Штатах могут начаться массовые акции протестов. В субботу, на следующий день, после того, как Дональд Трамп примет присягу, здесь, в Вашингтоне, состоится грандиозный марш разгневанных женщин. Его певица Шер организовывает, и даже сама Мадонна пообещала быть. Но, несмотря на это, несмотря на все обещания и угрозы сорвать церемонию, уже понятно, что 20-го числа инаугурация состоится, новый человек займет кресло в Белом доме, и Дональд Трамп даже поделился с прессой тем, как намерен провести этот вечер. Вся моя семья соберется в Белом доме. Берон и Мелания, все мои дети будут там. Это традиция. В первый вечер вся семья должна быть вместе. Иванка, Дон, Эрик, все придут, и это будет восхитительно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Пытаясь сорвать инаугурацию Трампа, некоторые из его противников прибегают к радикальным методам. В Вашингтонию, неподалеку от Белого дома, мужчина намеревался в знак протеста совершить акт самосожжения. Попытка оказалась неудачной, митингующего спасли и с незначительными ожогами отправили в больницу. Сгорели только его личные вещи. Антонио Таяни стал новым председателем Европарламента. Вчера за итальянца проголосовал 351 евродепутат. Его главный конкурент Джанни Пителло набрал 282 голоса. Таяни, представитель Европейской народной партии, ранее занимал должность еврокомиссара по транспорту, а позже по вопросам промышленности и предпринимательства. Итальянец также был одним из вице-председателей Еврокомиссии. Помимо этого, он известен как близкий друг Сильвео Берлускони и сторонник тесного сотрудничества США. На новой должности Таяни сменит Мартина Шульца. Хочу поблагодарить Мартина Шульца. Я был его первым вице-президентом и всегда был лоялен к нему. Впрочем, как и он ко мне. Я благодарен Шульцу за проделанную им работу. Израильский премьер Нетаньяху – фигурант сразу двух уголовных дел. Главе правительства инкриминируют получение дорогих подарков и попытки повлиять на свободу слова в стране. Чем это грозит политику, разбирался Сергей Ослендер. Премьер-министр Израиля является фигурантом двух криминальных расследований. Первое – это дело о подарках. На протяжении нескольких лет Нетаньяху якобы получал от своего друга, голливудского продюсера Арнона Мельчина, дорогие презенты – сигары и алкоголь. В самом факте ничего криминального нет, но премьер не сообщил о них налоговикам. Пикантность ситуации в том, что в обмен на подарки премьер якобы помог Мельчину получить американскую визу, а по слухам продюсер работал на МОСАД. Сам Нетаньяху называет это дело сфабрикованным. В последние дни против меня развернулась грандиозная кампания в СМИ, цель которой – свергнуть возглавляемое мной правительство. На телевидении ведется целое следствие. В этой спланированной акции участвуют представители прессы, которые выступают не только в роли журналистов, но и следователей, судей и палачей. Это не редакционная политика, а казнь. Но едва премьер попытался объясниться по поводу дорогих подарков, как грянул новый скандал, который затмил предыдущий. В прессу попали распечатки телефонных переговоров, которые Нетаньягу вел с владельцем крупнейшей израильской газеты «Идиот Охронот» в переводе «Последние известия». Издание активно критиковало главу правительства. Он попросил собственника смягчить критику в обмен на закон, который бы ограничил распространение другого издания, бесплатной газеты «Исраэль Айом», «Израиль сегодня», которая как раз активно поддерживает премьера. Это уже попахивает давлением на прессу, а таких вещей в Израиле не прощают. Нетаньягу последовательно всеми способами пытаются прибрать к рукам СМИ и граничить свободу слова в стране. Премьер-министр Израиля не является владельцем израильской демократии. И государство — это не частный бизнес премьер-министра. Налицо, если не уголовное преступление, то глубокий подрыв доверия общества к власти. Нетаньягу написал в фейсбуке, что записи разговоров сделали по его распоряжению. Это, дескать, было давление со стороны медиамагната. Но чиновник на него не поддался. Наоборот, распустил правительство и назначил перевыборы. Первое дело о дорогих подарках ничем особо премьеру не грозит. Если факт их получения действительно докажут в суде, он просто заплатит налог и штраф, этим все и ограничится. А вот история с прессой куда сложнее. Здесь Нетаньягу как бы на перепутье. С одной стороны, если он действительно пытался влиять на редакционную политику крупнейшей газеты страны, это уголовное преступление. За такое можно угодить за решетку. А если он действительно ради спасения другого издания, лояльного к нему, развалил правительство, это обошлось налогоплательщикам в миллиарды шекелей. Такого обращения со своими деньгами налогоплательщики, они же избиратели, ему точно не простят. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Коррупционный скандал, правда уровнем пониже, расследуют в Украине. В Кропивницком на взятки в 75 тысяч гривен попался госисполнитель местного управления юстиции. Как рассказали в военной прокуратуре, задержанный чиновник занимался взысканием 100 тысяч долларов в пользу банка и предложил должнику за 75 тысяч гривен забыть о долге. Во время передачи первой части денег госисполнителя и задержали. Кроме того, во время обысков у него нашли еще и оружие с патронами. Теперь, кроме коррупционного дела, следователи выясняют происхождение оружия. И теперь вернемся к событиям в Житомирской области. Напомню, там произошли кровавые разборки с применением огнестрельного оружия. В город ввели нацгвардию. Полиция утверждает, большая часть участников конфликта задержана. Что говорят местные жители? Чего боятся? И какова ситуация в Олевске сейчас? Инна Белецкая подробнее. Двое суток после перестрелки в Олевске, в результате которой погиб один человек, и шестеро оказались в больнице. Окровавленный снег убрали, по улицам теперь ходят нацгвардейцы с автоматами. Значена количество представителей патрульной полиции на экипажах, которые работают вместе с, скажем так, специалистами, которые прибыли у нас в спецподразделе особенного призначения батальона «Вийница». Уже к вечеру должны прибыть основные силы. Сколько всего будет бойцов – оперативная тайна. Трасу и въезды в город патрулируют полицейские. Но обещанных блокпостов нет. Но и ближе к городу – никакого блокпоста. В то же время в полиции заявляют, большинство участников группировки гастролеров задержаны, личности установлены. Правда, не числа подозреваемых, не количество изъятого оружия не называют. Говорят, перестрелку начали представители одной из львовских преступных группировок. С прострелянными ногами в стабильно тяжелом состоянии Виталий по кличке «Тюрьма». Он в реанимации местной больницы. Реанимацию охраняют бойцы Нацгвардии, как и травматологию. Потерпевшим никого не пускают. Они также под следствием. Тело погибшего 35-летнего Тараса забрали родственники. Ребята из Львовской области здесь жили, говорят местные. Нигде не работали. И на дискотеку, где начался конфликт, частенько захаживали. И вот еще один интересный факт. Львовяне, по нашей информации, снимали квартиру вот в этом доме. Здесь же квартиру снимает начальник Олевского райотдела полиции Владимир Чумак. Сам он не местный. Раньше руководил 52-м отделом полиции Реновской области. Именно из-за полной несостоятельности местной полиции и неспособности влиять ни на криминал, ни на незаконную добычу янтаря, люди и требовали ввода нацгвардейцам. А вот на громкие заявления о практически раскрытом преступлении реагируют скептически. В Олевске вообще абсолютно никто не верит. Ни в один комментарий. Ни внутренних органов, ни даже местного законодательства. У нас верят только в то, что всех сейчас собак повесят на наших пацанов, которые там стояли. Или там, не знаю, стреливались, стреливались, которые там были, в всяком случае, которые одни там были. Если на них этих всех собак повесят, то, знаешь, народ и так взбунтованный уже по максимуму. Я думаю, что так просто не оставят. Сколько времени продлится расследование и сколько времени в Олевске придется пробыть бойцам нацгвардии, пока большой вопрос. Такой же вопрос, куда после больницы отправится тот, кого считают организатором нападения. Домой или за решетку. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Житомирская область. Львов на грани экологической катастрофы. В январе с улицы города ни разу не вывозили бытовые отходы. По чьей вине сложилась такая ситуация? Выясняла Галина Якушко. В месте склалася критичная ситуация с вывезением твердых побутовых отходов. И появились предумы для выникнения надзвичайной экологической ситуации. Это экстренное обращение мэра Львова Андрея Садового появилось сегодня на всех каналах местного львовского телевидения. Пресс-служба чиновника обзвонила даже общенациональные медиа с просьбой разместить видео в эфире. Львов, дескать, на грани экологической катастрофы. Впрочем, горожане и сами в курсе. Проблему сложно не заметить. Зловонные кучи загромождают тротуары и дороги возле больниц, детских садов и школ. Чтобы не загрязнять отходами территорию возле многоэтажек, жильцы идут на хитрость. Это теперь почти как спорт. Подбрось свой мусор соседу. Стараюсь выносить. Есть такие сметники, что не заполнены. Стараюсь выносить подальше от хата другие сметники. А вот здесь мусорная куча уже выше человеческого роста. Отходы вывозили еще в прошлом году. Компании, вывозящие мусор, говорят, отходы просто некуда вывозить. И в мэрии никакого решения этой проблемы так и не нашли. Львовский городоначальник теперь признается. Не справляются с мусорным вопросом. Просят жителей города поменьше сорить. И сетует, государство ничем не помогает. Поэтому будет просить помощи за рубежом. Проблемы с вывозом отходов из города преследуют Львов со времен грибовицкой трагедии. В мае прошлого года во время тушения пожара на свалке произошел обвал. Погибли три спасателя. Тело работника экологической службы так и не нашли. Грибовицкий полигон закрыли, а бытовые отходы стали блуждать по всей Украине. Сначала открыто, а потом, когда жители других регионов вышли на митинги, мусор начали возить нелегально и тайком выбрасывать то в поле, то в лесу, то просто на обочину. Галина Якушко, Игорь Однарик. Подробности телеканал Интер Львов. Из-за взрыва гранаты этой ночью в центре Харькова погиб мужчина. Как рассказали в полиции, во время семейного застолья он достал боевую гранату РГД. Гость пытался отобрать боеприпас, но нечаянно вырвал чеку и прогремел взрыв. Хозяин квартиры погиб на месте. Второй мужчина ранен в ногу, его прооперировали. Погибший работал охранником в частной фирме. Откуда у него боеприпасы, сейчас выясняют следователи. А в Закарпатье патроны к автомату можно купить прямо на рынке. Правоохранители задержали нелегальных продавцов боеприпасов в двух городах региона. В Ужгороде 32-летний делец пытался сбыть из-под полы 19 патронов. А в Великом Березном 50-летний мужчина продавал два десятка патронов к автомату Калашникова. По 50 гривен за штуку. Правоохранители задержаны за нелегальное обращение с боеприпасами. Им грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Четыре гладкоцелковые. 14 обрезов, 12 гранат и понад тысячу боеприпасов. Защитникам Авдеевской промзоны за последние сутки пришлось трижды открывать огонь. Каждая перестрелка продолжалась по несколько часов. Вопреки минским договоренностям, боевики не отводят самоходные артиллерийские установки от линии разграничения. На линию фронта выводят даже танки. Из Авдеевской промзоны репортаж Ирины Баглай. С горькой иронией командир Саныч показывает, как выполняют минские договоренности боевики. Если бы этот снаряд попал в жилой дом, от него ничего не осталось бы. Вот еще один след от разорвавшегося вражеского снаряда. В земле яма по пояс. Увидев такую воронку, спорить о калибре не приходится. Судя по тому, откуда стреляют, бойцы на промзоне видят, а военная разведка подтверждает. Артиллерия наемников бьет прямо из оккупированных городов. Практически окраина Донецка. Они работают из жилых кварталов. Наша артиллерия даже отказывается от работы, потому что там жилые дома. С начала недели противник подтягивает к Есиноватской развязке тяжелое вооружение. Из-за моста уже практически на линию соприкосновения выводят танки. Один из них во время последнего обстрела выпустил полный боекомплект. 28 выстрелов. Ощущение как будто дразнят. По своим позициям бьют, по нашим позициям бьют. Работает разброс, что они хотят. Как делают провокации между нами и переди нами, сидящими, тоже воюющей стороной. То есть работает по своим позициям, по нашим позициям. Вот так видишь, что перекидывается. Этой же ночью артиллерия врага на время умолкла. Ее сменили противотанковые ружья. Вот такой боец-макет, который стоит в одной из бойниц на нулевом рубеже. По нему можно понять плотность огня, которую накрывали боевики вчера наших бойцов. Более 20 отверстий. Все это стрелковое. Ну, это было вчера. Вот это, что вы бачите, на стер. Поливали, да? Это ведь чего? Это крупные калибры, полиметы. Все, что есть в них на оружии. Можете подниматься. Ветей, это может быть калибр, чтобы они такие работали. Под такие перестрелки к нашим позициям в который раз пытались подобраться штурмовые группы боевиков. Отогнали. Но стрелковые бои тут не прекращаются и днем. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Продолжение следует. Время нападения на ночной клуб погибли 39 человек. Как иранский нелегал, прячась в холодильнике, хотел попасть в Германию, а очутился в Украине? И почему в индийских самолетах женщины будут летать отдельно от мужчин? Об этих и других новостях далее в нашем обзоре международных новостей. Мальчики налево, девочки направо в индийских самолетах появились места исключительно для женщин. Таким образом, авиакомпания «Ир Индия» решила защитить своих пассажирок, путешествующих самостоятельно, от сексуальных домогательств. Этому решению предшествовали случаи, когда женщины страдали от чрезмерно навязчивых ухажеров, как пассажиров, так и членов экипажа. Теперь на некоторых внутренних рейсах шесть передних мест будут зарезервированы исключительно для женщин. Авиакомпания планирует внедрить такое нововведение и на внешних рейсах. Собирался в Германию, а попал в Украину. Три дня в холодильнике ехал нелегал из Ирана. Прячась в овощах, грузовике и рефрижераторе, он собирался попасть в Евросоюз. Но двери открылись перед ним в Черновцах. Украинские пограничники вытащили околевшего иранца и отправили в медпункт. У него сильное переохлаждение. После лечения нарушителя депортируют в Иран. Красавицы со всего мира съехались на конкурс «Мисс Вселенная». В этом году он проходит на Филиппинах. Победительницу объявят 30 января, а пока на острове Сибу проходят репетиции. Девушки позируют фотографом и дефилируют по подиуму в купальниках. Красавиц развлекают местные танцевальные коллективы. Новый вид моли назвали в честь Дональда Трампа. Насекомое удостоилось такой чести из-за внешнего сходства с победителем на президентских выборах в США. Точнее, похожи их прически. Когда Зоолах из Канады открыл новый вид моли с рыжим хохолком на голове, он не задумываясь назвал его в честь следующего президента США. Именем его предшественника Барака Обамы в сентябре прошлого года нарекли червя. Медведю-художнику устроили выставку в Финляндии. 15 картин, написанных лапой мастера, презентовали в одной из галерий Хельсинки. И даже организовали музыкальное сопровождение диджея. Самого автора, косолапого Юса, на выставке не было. Он сейчас в спячке. А вот посетителей собралось немало. За медвежьи шедевры организаторы выставки выручили 8 тысяч евро. Будете смотреть не то, что хотите, а то, что вам покажут. Так решил небольшой кабельный оператор Ланет, который обслуживает несколько районов Ивано-Франковской и Киеве, и отключил телеканалы группы Интер. А вместо них появились зарубежные и для многих зрителей неизвестные. Как отреагировали люди и готовы ли мириться, знают наши корреспонденты. Любовь Пушкар, пенсионерка, много времени проводит дома. Каждый вечер усаживалась перед телевизором посмотреть любимые программы по Интеру. Знала, когда они будут в эфире и спешила закончить к этому времени все дела. Постоянно смотрят, ждут меня. Ну и время. А теперь что? А теперь круче дойдем, можно. Почему Интер исчез, пенсионерка не знает. Говорит, звонила провайдеру. Но никто не отвечает. Многие люди возмущены тем, что в пакете провайдера появились новые каналы, которые им не интересны. К тому же, хотят их смотреть или нет, никто у абонентов не спрашивал. Такой, извините, дурости, которую они там напихали. Кому она потребна? Интер убрали, интернет убрали, НТН убрали. Вот. Что они робили? Я просто платить больше не буду, передумать Дискайвер и все. И вся проблема, если они так делают. Негативными постами буквально завалена страница Ланет в Фейсбуке. Люди пишут, что из 70 каналов смотреть можно не больше 10. Вместе с Интером исчез и детский пиксель. А вот взамен провайдер ничего не предложил. Мало того, за тот набор каналов, которыми забит эфир, оператор берет приличные деньги. Некоторые уже готовы жаловаться в надсовет по телевидению и радиовещанию. Интересно, что изменить пакет телеканалов без учета мнения зрителей решили немногочисленные мелкие провайдеры. Из-за этого они могут потерять большую часть своих клиентов. Тем более, что переключиться на другого оператора, говорят специалисты, совсем не сложно. Всего лишь необходимо с ящика конкурентов переключить кабель в наше оборудование и сразу перенастроить автоматической настройкой на оборудование. И все будет показывать наши телеканалы. Получить информацию о провайдерах с максимально полным пакетом украинских телеканалов можно по телефону горячей линии медиагруппы «Интер» 0800-508-650. Анна Демиденко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал «Интер». Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин